Огромная семья дзюдоистов со всей России. Они приехали в Самару почтить память известного тренера Павла Иванникова. Основатель школы дзюдо «Мужество» почти 20 лет отдал развитию этого вида спорта в регионе. Воспитал более 20 мастеров и КМСников. Заслуженного тренера России не стало 9 лет назад. Ему было 56 лет. В очередной раз мемориал своего мужа открывает вдова Ольга Иванникова. Когда видишь, чему он посвятил свою жизнь, а он действительно жил своими воспитанниками, тренировками, соревнованиями, то становится на душе радостно. Вот есть такое понятие, да, горькая радость. А дело живет, его помнят, значит здорово. Мемориал Павла Иванникова проходит уже в восьмой раз. Начинались соревнования как региональные. Сегодня они имеют статус всероссийских. В этом году в нем принимают участие 12 регионов. От Санкт-Петербурга до Кабардино-Балкарии. Почему люди едут? Потому что, во-первых, к Паламчу очень много с уважением относилось тренеров. Даже вот взять наш Привожский федеральный округ. Ну и качеством самих соревнований. А люди, которые едут в других регионах, конечно же, везут сильнейших. Поэтому конкуренция очень достойная. На татаме вышли юноши и девушки до 15 лет. Всего за медали боролись около 400 дзюдоистов в 18 весовых категориях. Однако для большинства спортсменов главной была не победа, а участие в соревнованиях в памяти тренера Павла Иванникова. Человек заслужил, заслужил того, чтобы его помнили. И все это было вот именно в таком формате души, понимания, воспитания. Это здорово. Кроме заслуженных кубков и медалей, победители мемориала Иванникова получили очередные спортивные разряды. Следующий поход за наградами у самарских дзюдоистов состоится через две недели. В Самаре пройдет турнир на кубок Георгия Победоносца. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.